Дорожка Качество ручной уборки хуже, чем в других частях города. Очень много мусора у автобусных остановок, на тротуарах, в местах пешеходных переходов. И мы непосредственно в момент проверки увидели, как выполняется механизированная уборка приладковой зоны. И здесь, конечно, явное нарушение технологии. Мы зафиксировали, когда без обеспыливания идет пылесос, вернее, не пылесос, а щетками. Эта вся пыль поднимается, и фактически жители города этой пылью дышат. Северный 3 с минусом. День Череповец Поэтому, что-то День Череповец обсуждается. Такого-то есть у нас элемент раздолбайства, соответственно, российского. Поэтому нельзя отдельный каждый город брать. Для города это, я понимаю, затратная часть уборка города. Естественно, как всегда, все про деньги. Если есть деньги, значит город можно убрать. Если нет, нельзя убрать. Но подключается все-таки менталитет российский. Действительно, когда ходишь там по заводам и фабрикам, тоже зачастую директора, собственники ходят и видят, как бардак происходит на местах. Естественно, они подходят и тыкают носом именно работника, который непосредственно там работает. Хотя, может быть, это не то, что не их дело, это их дело. Это твое. Ты должен за этим следить сам, да, порой. К сожалению, просто такая дисциплина и иерархия. Ну, опять же, мне кажется, это присуще все-таки славянским народам и русским тоже. Такое раздолбайство легкое и неорганизованность. То есть, в определенной степени ручное управление нужно? Да, к сожалению, да. Ну, опять же, это наши издержки, но вот мы с ними живем. Мы как их переломать, я не знаю. Их надо, потому что надо очень много поколений перемолоть в какой-то другой структуре, чтобы это изменить. Потому что, действительно, в какой-то Финляндии или Японии не надо стоять над этим человеком. Он все сделает сам. А у нас вот надо стоять. И как это изменить? Ну, никто я пока не придумал. То есть, много очень интересных тем, семинаров, программ, там, повышение производительности труда, и в том числе вот именно отношения к работе. Ну, мне кажется, это ничего пока не работает, потому что все равно заложено в менталитете, и на каком-то там уже не ДНК. Поэтому это можно менять только перемалывая поколение и вот тыкая носом, да. Верь, верьте, коротко. Худит по заводу. Иногда, да. Смотрю, да, да. Смотрю, вижу, какой-то бардак, естественно, поднимаю этот мусор, сам убираю его. Ну, если про мусор уж говорить, да, тащу этот кусок там ворну, я не знаю. Все это видят прекрасно. А что здесь такого, собственно? Сам не сделаешь, не успел издевать. А идет поиск виновата, кто-то виноват в том, что... Ну, понятно, там надо сообщить соответственному руководителю, там, и мастеру, и начальнику, и непосредственно исполнителям. Это нормально совершенно, да. Ну, то есть, это может ненормально, но вот у нас так. Вот. И поэтому визит мэра, наверное, с тюканьем там, с опусканием в лужу у какого-то там товарища, что и как сделать, ну, вот, видимо, это необходимо все-таки. Потому что это иногда дает толчок, и после этого какое-то время все дико шустро работают и что-то делают, да, пока опять у них энтузиазм не спадает до следующего пинка. Ну, это какой-то такой, действительно, вариант ручного управления, который в нашем менталитете, он сложился в обществе, иногда он необходим. Ну, и в том числе про деньги, потому что город убирать надо потратить городской бюджет, да. Вопрос здесь просто, насколько эффективно. То есть, можно за это время, за эти деньги убрать все и хорошо, а можно за эти деньги вообще ничего не успеть убрать. То есть, ты считаешь, что Москва такая чистая только потому, что... Ну, потому что там навезли столько этих товарищей из среднеазиатских республик, они метут с утра до вечера. Обратите внимание, они там все, и в Питере тоже это, просто все дворы, они все в этих спецовках, там, тра-ля-ля. У них у всех азиатские лица, но это просто весь город уборщиков. И в Москве, и в Питере то же самое. Ну, потому что есть деньги для этого, понимаете. Я думаю, Череповец, если бы обладал какой-то там золотой жилкой в бюджете, да, он тоже бы, наверное, привез толпы рабочих, которые готовы убирать улицы с утра до вечера нести, и тогда была бы чистота и порядок. Сейчас просто пока не хватает этого. Но, другой момент, что зачастую уборка зависит от своих собственников, то есть о чем мы тоже часто говорим. Вот американский пример, он нагляден, да. Если у тебя там дом, у тебя, у дома всегда дорога. В радио, не в радио, так сказать, в периметре твоего земельного участка, примыкающего к дороге, ты обязан сам это все убирать. Вот это твоя идея. Хотя дорога для всех. Ну, потому что вот так, так. Потому что так повинлось. То есть, есть такие правила поведения, и все это делают. Понятно, если улица хорошая, люди живут, как мы говорили в прошлый раз, нормальный средний класс или там выше среднего, естественно, у них чистая, приятная улица. Они там все убирают. Например, если люди живут раздолбами, непонятно какие, то ты едешь, и эта улица превратится в мускулку, да. Городские службы порой туда и не заезжают. Разные варианты есть развития событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова